всем ребят привет сегодня у меня очередной выход выход с дмитрием мы сразу договорились встретились в одной деревушке деревня жилая но есть конец деревни где в свое время была деревня которая исчезла в николаевское время здесь я копал находки в принципе здесь были хорошие достойные тем что в основном все цари советской эпохи здесь я как бы не встречал может быть кто-то в свое время здесь потому что место хуже но не выбито находки были в основном повторюсь николаевские достаточно большого размера так что приятно здесь было ходить в свое время и мы вернулись сюда пошурфить не знаю как задастся наш шурф но думаю кое-что мы сегодня выкупаем так что смотри если есть интерес посмотреть что можно найти на деревнях которые исчезли в николаевское время смотри не пропускай эпизоды и так ребята все таки я за шурфился как вы видите снова я в кустиках здесь вот этот вот сорняка растет это у нас клен и он как сорняк везде растет где раньше были дома пока я искал место дмитрий копал там тоже пытался мы специально распределились чтобы найти достойное фундамент если у него то я беру к нему если у меня то естественно он ко мне идет в принципе сейчас я поднял две монеты к сожалению вот сказать не могу но где-то примерно советский период наверное период 50 и 60 и года потому что там разглядел много венков на пшенице так что советские но все равно приятно тем что здесь ветерок прохладно в общем одно удовольствие копать место к сожалению уже кем-то копано в том году я здесь был здесь не было шурфа вот в начале лето видно где-то после меня кто-то здесь пытался за шурфить и немного расковырял здесь и видно убежал связи с тем что испугался что здесь очень много мусора но я здесь вот разработал небольшой клочок вот ты в этом клочке я уже наковырял две монетки монетки в принципе ничего особенного повторюсь и два советика одна трешка а другая судя по размеру наверное двушка или червоинс ну я так и разглядеть не смог потому что они немного такие вот окаменелые это я разглядел трешка а вот этот пока не получается рассмотреть но я думаю процесс чистки победит данную грязь и монетки будут довольно таки приятным состоянии вот такой вот сделал небольшой пробный шурф выкинул за пределы и два сигнала ну и все продолжаем итак ребята наконец-то у меня хороший достойный сигнал достаточно не глубоко и это у нас царская монета одна копейка год к сожалению пока сказать не могу и пока не буду вот такой вот нарост на ней домовой ну в принципе приятно пойдет продолжаем итак покажу вам наковырял я уже вот такое количество монет советские нюанс вот в чем валяется пакетик вот это вот такой невзрачный и что-то он сигналил знаете я думал сначала есть такие швы металлические но когда на просвет поднес смотрите что там а в ней монета пакет старый мы сейчас посмотрим что за монета как все в руках монета и это у нас две копейки две копейки 71 года ха 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 две копейки 71 и надо же было в этот пакетик складывать вот такой вот нюансик в старом пакетике оказалось монетка все смотрим хотя чё смотреть одни советы диман тоже что-то борется но пока у него здесь галяк здесь у него галяк и так ребят заходим уже под завершение своего копа поднял я как и вчера поднимал лучину кто не знает как и ей пользуется она вот так вот вешалась вставлялась сама лучина и поджигалась тем самым освещала жилище вот такая вот лабуда попалась только странно то что здесь в принципе судя по тому какие мы здесь находки делали здесь все таки электричество было по находкам у меня получилось вот так вот ничего такого интересного не было вот такой значок даже не значок не знаю что это такое воздушный флот с ссср если был бы значок то здесь вот был бы какой-то крепеж но он отсутствует что это не знаю кто знает подскажите по советам куча всего попался такая вот еще интересно лабуда какая-то но съедена она на нет нет была монета блин сейчас я вернусь возможно даже была серебряная сейчас секунду всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении новую выпуску ребят немножко я почистил ее и вот смотрите на кантик на кант этой монеты такие кантики вот зубристые вот они такие были на царских серебряных монетах и судя по размеру это 20 копеек но вот так вот серебро прогнить не могло может быть похоже на польскую монету в этом районе я подымал польские монеты и это возможно польская гурт смотрите какой достаточно интересный вот и повес наверно алюминий может 20 грунт грошей или что-то в этом роде проглядывается какая-то надпись вот дальше сказать ничего не могу ну все мы заканчиваем не так ребят приехал я домой и все равно меня стало любопытно что это за монета какая монета я вам показывал на копе с обоих сторон имеется вот такие вот зубцы похожие на серебряные царские и с этой стороны и с другой стороны у нас тоже такие же зубцы сожалению монета до дырки затерта на этой стране никаких ориентиров нету сказать ничего не могу но с другой стороны у нас есть какая-то надпись не знаю что за надпись такая в интернете ли ставили стаяна найти ничего не могу буковка n и буковка какая-то похоже на четверку в общем непонятно специалисты прошу отписаться кто разбирается именно в монетах загадках не могу я оставить вот без ответа такую загадку что это было за монета монета у минивая имеет вот такой ткантик субристый и пару букв на этом и все больше я про нее ничего сказать не могу это нас по весу алюминиевая имеет вот такой вот кантик ну и все жду от вас ребят комментарий по поводу этой монеты что это такое было очень любопытно думал сначала польская но нет и это не больше эту нас германия хотя может вот так вот посмотреть хел ладно если сейчас еще чем-то откопаю я вставлю вставочку похожую я нашел ответ на данный вопрос здесь надпись последняя ду и это у нас 5 рейсмарк вот такая вот монета 34 года я так понимаю распознали с трудом с трудом но распознал все спасибо кто подтвердит мои предположения дмитрий тоже расстроился поднял он несколько монет да а да кстати диман тут опаску поднял дай покажу такая зачетная вещица прям весь пластик в целости если отмочить даже можно ее наверное будет открыть классная такая вещица ну по монетам что у нас тут еще достану я монетки все ничего интересного даже не знаю выставлять ли на обозрение данный видеоролик но поднял вот такой колес монет все в убитом состоянии парочку монет есть которые неплохом а в основном все в плачевном виде царик вот такой вот попался самая первая находка и самая последняя оказалась такого характера год 1883 вот такая монета на сегодня единственная которая нас порадовала хотя может быть из этих советиков какой-нибудь достойный и попадется пока то по каталогу не знаю известно будет дальше ну а сейчас собираемся к машине там с вами попрощаюсь и так ребят на этом я и закончу свой видеокоп сидя в машине потому что за окном у нас ветер неохота по принципе чтобы шум был видео остановился я рядышком с полем и набрал вот таких вот зачетных цветов нет нет но все таки супруги будет приятно получить вот такие вот роскошные желтые цветы сейчас очень популярно фотографируются на фоне таких цветов эти цветы я специально срезала с обочины вот они больше не вырастут в большие огромные подсолнухи так что не пишите в комментариях вот подсолнухи режешь и все такое это те которые как говорится не кондиция они уже не вырастут у нас уже подсолнухи отцвели а это семечки такие знаете случайно упавшие на обочине в общем они ничего у нас такого не принесут добро и счастье улыбка на лице конечно могут принести в данном случае советую камрады всем 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 возвращаясь копа нарвите своей дорогой любимой жене девушки маме бабушки им очень будет приятно получить хоть такой но достаточно приятный такой букетик цветов так что это на заметку да еще некоторые жены категорически против когда мужья отъезжает куда-то на коп особенно на весь день прийти домой подарить такой букетик и у них улыбка растянется на лице и возможно вас они как-то простят но это как знаете рекомендации на этом я и закончил свой видеокоп находки сегодня не особо нас порадовали все вместе но я думаю съездили отдохнули в принципе посмотрели трава очень высокая вот такая вот подушка травяная в общем шурфить очень тяжело и пришлось шурфить там где можно было сейчас я домой направляюсь находками повторюсь не особо ну что вам пожелать хорошего хабара под катушечку здоровья ну и свободного времени выезжайте почаще с семьей на отдых так что вот такие в мои советы но вам как говорится смотрите меня мой видео канал иногда бывает достаточно приятно но бывает и вот такие вот говнокопы но ничего с этим никуда не поделать и с чем с этим не сделать никак как улыбнется земляной на этом и все пока удачи